Друзья, всем привет! Нам уже через пару дней месяц у нас каска, каска, каска у нас будет, каска, осаго. Нам уже через пару дней месяц и у нас прокашка. Я гуляю с Элизабет, мама у нас пошла в почтобанк получать социальную карту, потому что чтобы приходили выплаты, о которых я говорил на то, что пособие на ребенка 7000 рублей в месяц плюс от Путина 22 и по-моему еще десятка от Путина. Ой, ветер! Нужна специальная карта именно в почтопанке. Ну нормально там, где не держат, приваливает, поэтому мы решили все эти социальные пособия получить. Так, я переобвал себе резину, поставил 19 диски, 19 резину, сейчас аудюха вообще здорово смотрится. Надо их отмыть, еще не мыло, они такие черные в каком-то налете, сажи, вот, а так-то они такие серебристые должны быть. Так, мы тут пока маму ждем. Смотрите, квартиру здесь хотели покупать. Однушки 36, 262, однушки от 2, 2400, но это до повышения цен, до вот этого безобразия, которое с долларом творится. Последний раз мы смотрели, вот хотели брать однушка с чистовым ремонтом, 36 квадратов, выходило 3,450 было. Так, поехали! Результат предыдущего денежного конкурса, для тех, кто участвовал в это видео, нужно было подписаться на канал и оставить любой комментарий в тему. 69 комментаторов у нас. Сейчас генератором случайных чисел выберем несколько победителей и отправим ему бабосика на карту. А, смотрите, у нас 69 комментариев. Берем генератор случайных чисел, вбиваем сюда 69 и нажимаем старт. Ничего не произошло, они не отправляются к моей маме. Что? Так, старт, 68. Это с конца нам надо идти. Достается Арсен Маранян. Арсен Маранян, тебе прилетает 1000 рублей. Вот тебе нужно написать мне свой номер карты. Поехали дальше. Нажимаем еще раз. Поехали. О, два. Так, Лелик, я поздравляю. Ты выиграла тоже 1000 рублей, поэтому тебе нужно написать мне в Телеграме или в Инстаграм свой номер карты. Так, ребята, досматривайте этот ролик, потому что в этом ролике будет новый денежный розыгрыш. У меня просто поляшка течет. Поляшка течет. Это я успел снять как раз. Что, получила карту? Да. Пассивный доход, видишь, ты начала зарабатывать наконец. Материнский упал? Ну, сертификат выдали. Как пилить будем бабки? Я рожала. Материнский капитал уже не папский моему капитал. Скажи, что у нас нового? Последний раз тот блок выходил, я говорил, нам две недельки, сейчас сказал, уже нам месяц почти. Вчера впервые, да, я сходила в магазин, спокойно сходила, сейчас оформила карту. Гуляем по два, по три часа. Что еще из достижений у тебя? Мыться ты ходишь каждый день. Точно, мыться хожу каждый день. Что из достижений? Умываюсь по утрам теперь. Ну ладно, налаживается жутуха. Да, кушаю теперь не только в обед, муж готовит завтраки. Самый лучший день, там где есть жена, кофе делать лень, ну-ка сделай нам. Уже слышу, потому что она смеется над моей шутками. Вот мы перешли дорогу и там идет река, пруд небольшой и видите, застраивают новый район академический. Вот везде, вот это самое бюджетное жилье у нас в городе, вот это самое дешевое. 3.400 до повышения цен был. Сейчас не знаю, на сайт не заходил, но я думаю, я думаю, мне кажется почему-то 3.800, 3.900. Вот напишите у вас в городе сколько самое минимальное жилье стоит, однушки. Сколько стоят самые минимальные однушки в вашем городе? Напишите город, сколько стоит, очень интересно просто какая недвижимость вообще сейчас по России. Вот, ну и вам интересно будет в комментариях почитать. Смотрите, работает уже профессиональная мать. Одной рукой в телефоне, другой пьет, ребенка ногой качает. Знаешь, ты конкурс выиграла, конкурс профессиональных матерей. Угу. Тебе приз надо получить. Я уже его. Давай, идем. Могу судьбы документы заполнить. Я еще сон свою плату не получила, подожди. Какой-то новый конкурс. Ты что прешла, одна? Ты что меня не позвала? Я считаю, я погорячилась, что я пошла одна. Я не думала, что хорошо. Рассказывай, что набрала. Мать заслуженная, мать России. Для стирки. Вот это что мне интересует? Паперсы. Ааа, а я думала, сова. Что? Выпуль тебе. Камера. Ааа, а я думала, сова. Я думал, что это какие-нибудь игрушки. Толпетки вот, допустим. Программа по домам. Что же я притащила в этих больших, огромных пакетах? Ну, во-первых, начнем с подгузников. У нас оказалась опрелость на подгузнике Хагис. Слушай, хотя Хагис самая раскрученная фирма, да? Ну, говорят, что они просто испортились со временем. Раньше все пользовались ими. Сейчас вот появились японские. Мы еще манук пользуемся. Вроде бы тоже опрелости нет. Поэтому, если посоветовали Yoko-san Premium, должны они быть прям хорошенькими. Блин, так прикольно, что они не просто упаковку такую посылают. Прям запакованы еще короткие. Это прям Premium. Прям. Говорят, что они не протекают и топка остается сухой прям очень долго. Дальше. Так, далее мы уже распаковали. Это сосочка для нашей малышки. Это уже вторая сосочка, потому что первая нам что-то не подошла. Вот эта более-менее нам подходит. Она стоит 307 рублей. То, если брать в расцветке от Disney, она там на 150 рублей дороже. Так что смотрите, выбирайте. Так что мы 150 сэкономили, а еврей сэкономил, считай, заработал. Далее. Вот. Идут у нас салфетки. Тоже смотрела по цене. Выбирала, смотрела что-нибудь поштучно. Было дешевле всего. Вот выбрала Lavular. Тоже по светам. Они без запаха, без одушки, без легкости. И тут 99% воды. И этой же фирмы взяла вот такие вот маленькие. С собой в дорогу. По 10 штучек. Чтобы не таскать с собой вот такую большую бандуру. С собой положили. Вкладыши для груди. Потому что у него уже заканчиваются. Тут 30 штук. И они стоят 260 рублей. Чем богаты, тем и рады. Далее, далее. О, я пробовала. Ого. Бель для стирки. Сначала мы попробовали маленькую баночку. Мне она очень понравилась. Хорошо выполаскивается. Одежда чуть-чуть остается с вкусненьким запахом. Вот. И я-то недавно узнала, что детское белье нужно еще и с кондиционером. стирать. Поэтому еще от этой же Мэпси мы заказали кондиционер 1. Я уже распаковала, потому что им пользуются. Вот это стоит 986 рублей. Тут у нас получается 4 литра. А кондиционер стоит 540. 2 штук. Это все покупки на сегодня? Это все. Я ушла. Короче, несмотря что у нас пакет тут озоновский, я это все заказывала на Валбересе, потому что я заметила такую особенность, что на Валбересе все эти же самые товары стоят намного дешевле. Очень интересно. Короче, у меня уже ребенок там орет. Так, думал что разыграть в этом видео. Было пару вариантов. Например, свой айфон. Но я еще не блогер, миллионик. Хотел купить какую-нибудь толстовку или какую-нибудь вещицу, но не знаю кто выиграет. Мальчик, девочка. Поэтому делаю опять денежный розыгрыш. Несколько денежных розыгрышов буду. Чтобы участвовать в нем, нужно быть подписан на мой канал и написать любой комментарий в тему. Спасибо всем, кто участвует и поддерживает наш канал. В общем, смотрел сейчас Самсунги. Смотрел еще какую-то там херовую фирму. Продавцы посоветовали. В итоге пришел к Xiaomi. Нашел модельку. Сейчас возьму. Батя завтра приедет. Думаю, ему будет кайфово. К Xiaomi вот такую модель взял. Сейчас чехол на него поищем. Уронил телефон свой. Разбил пару дней назад. Сразу гарантию ему оплатим. И тут сразу наушники с 50% скидкой. Беспроводные к Xiaomi. Батя возьму. Пусть кайфует. Так, ну все. Хорошее дело сделано. Послезавтра. Завтра или... Послезавтра, по-моему, батя приезжает. Подарим ему нормальный телефон. А что это такое? Подарок-те. Это наушники. Наушники. Мама опять отберет. На такой же вроде смотрел. На себе телефон. Что это такое? А что ты мне? Зачем ты? Ты купил себе? Подарок-те сделал. Вот тебе делать нечего. Это что за телефон? Включай. Смотри, заставка у тебя. Я вижу. Я думаю, это твой. Нет, я тебе заехал и купил. Как тебе заставка? Мы так долго и делали, ты не реагируешь. Я тебе ради заставки снимаю. Слушай, экран больше, чем у меня, кстати. Папа не сильный, эмоциональный. Не привык подарки получать. Поэтому такой, э, э, чё, а как, зачем, для чего. Хе-хе-хе-хе. Ух. Ночь. Ух.